Изотерики толкуют существующие тексты, они толкуют отдельные пророчества, а что они еще берут? Они сами все эти тексты получают. То есть, новое Евангелие, новое Откровение и так далее и тому подобное. Чисто для примера, история Валентины Лавровой. Когда в середине 90-х годов я увидел эти книги, мне показалось, что, знаете, просто такой интересный случай, который люди быстро забудут. Вот. Когда в 2000-х, в начале 2000-х годов я увидел переиздание этих книг, я подумал, ну, мало ли что бывает. Ну, переиздали какую-нибудь очередную глупость. Может быть, кому-то понравилось. Ну, переиздали еще что-то. Когда уже сейчас я в магазинах вижу переизданные книги Валентины Лавровой, я понимаю, что что-то неладно в нашем королевстве, потому как нельзя так много и так часто переиздавать абсолютную чушь, с моей точки зрения. Потому что, ну, достаточно открыть текст, и ты увидишь, что человек находился в каком-то странном состоянии или психологическом, или психическом, или под воздействием каких-то бесов. Но, опять же, это эзотерическое толкование, это откровение, которое все мы должны понять. Для чего? Для того, чтобы перейти в новое существование, в эпоху Водолея, или в новый космический мир, там еще что-то. Она пишет. Причем, я постараюсь не смеяться, поскольку так трудно. Все это называется подключка. Началось все в начале 1987 года. Сразу шквалом контактных ситуаций. Сразу шквалом, запитая. Здесь немножко такой интересный русский язык, поэтому я иногда делаю ошибки, прошу прощения. Шквалом контактных ситуаций было так много, а контакты так часты, что абсолютно все припомнить невозможно. Один из таких сеансов. Ночью, около 5 часов 30 минут, около, да, это вот, там, около 5 часов 30 минут 15 секунд, да, неважно. В комнату влетел летательный продолговатый аппарат. Я было приподнялась, но какая-то сила уложила меня в кровать. Перед глазами появилась завеса. Скорее всего, третье зрение у меня отключили, не говоря уже о первом. Из аппарата вышли два человека, положили меня на спину, сказали, чтобы не волновалась. Ну еще бы, вообще просто. Если бы мне такое привиделось, даже во сне, я бы уже сознание потерял даже во сне. Но у нее выключили просто зрение. Третье и первое. Неважно, слушай, не волновалась. Правую руку повернули ладошкой вниз, а с левой стали откачивать энергию. Я хорошо это почувствовала. Густая, нитевидная, живая струя понеслась из моего тела через руку в какой-то механизм. Все производилось легко, без каких-либо неприятных ощущений, но я взорвалась. Стала протестовать, потребовала, чтобы мне развязали глаза. И кто они такие, и как смеют? Пришельцы не обращали внимания. Теперь меня уже начали накачивать, уже накачивали энергией. Я чувствовала ее обратный ход. Такую процедуру повторили несколько раз. Я не унималась, стала креститься, поправляла на груди крестик. Ничего не помогало. Решила схитрить. Стала крестить их, непрерывно повторяя «Аминь». Тоже не помогло. Сейчас я успокую. Чужеземцы креста не боялись. Закончив со мною возиться, сказали, как брать энергию из атмосферы. Атмосфера с большой буквы. Сели в свою телегу, зажужжала муха и очень плавно, без всяких хлопот, отбыли. Как это называется? Это контакт. Между прочим, это все серьезно. Вот вы смеетесь, а это все серьезно. Человек в такие моменты получает информацию, которую он передает нам, чтобы мы развивались. Вы здесь маетесь герминефтикой, экзогетикой, Библию читаете, языки штудируете. А вот чем надо заниматься. Выходить на контакт, энергию получать, передавать ее людям, людей спасать. Это вы покупаете? Легко. Ну, раз ты не передаешь. Вот как она описывает влияние внешней силы на себя. Я стала говорить не по своей воле. Кто-то внутри меня завладел речевым аппаратом, а мое собственное я с узумлением и страхом взирало со стороны, не имея никакого шанса вмешаться. Каждая моя клетка протестовала против такого вандализма. Но выразить это могли только глаза. Второе я владела не только речью, но и мимикой лица, движениями тела рук. Валентина Лаврова, ключи к тайнам жизни. То есть, она получает откровение. Она, это откровение, то есть, она как бы позиционирует себя неким рядовым человеком, который был избран для контакта, для передачи информации о некой иерархии, некой силе, неких возможностях для человечества, как мы можем изменить и как мы должны измениться, дабы встретить новое развитие Земли. Я не мог просто пропустить это толкование. Таких, такого рода откровений у нее много. Просто интересно для примера. Возвращаясь к первому пункту, эзотерическое толкование круга древних текстов. Толкование Библии по Валентине Лаврове. Листая Библию. Листая сейчас Библию. Знаете, так вот, надо представить. Так вот, листая Библию. И имея по ней откровения, вообще вот, то есть не просто вот мы как-то листали, читали. Я понимаю, какие-то вот эти засальные страницы, кто-то там что-то языки учит. А вот просто вот он так листал и имел откровения. Ни у кого такого не было так, чисто листая, я откровения получаю. Поражаюсь объему информации в ней заложенному. То есть объем информации, гнозис, информация спасает человека, знание спасает. Вот, пожалуйста, вся та теория, о которой мы говорили, вот она приложена. Причем примеров у меня полно и можем потом поговорить об их примерах конкретно. Все было нам, оказывается, давно и заранее, дано заранее и вовремя. И если бы мы не толковали его сикось-накось, преуспели бы во многом. А ряды наши не были бы так многочисленны и скудны. Чьи ряды. И это почти при стопроцентном верующем населении в некоторых регионах планеты. При всем этом мы остались глухи, слепыми, хромыми, слабо и примитивно рассуждающими. Помните, у эзотериков недостаток человека не в грехе, как в христианстве, а недостаток в знании. То есть мы примитивно рассуждали. Дальше идет толкование. Так, держимся за стульные, нормально, сидим крепко, не смеемся, ждем конца. Кто мог из нас расшифровать следующее? В главе 22, я дальше считаю по тексту, от Исаии Всевышний передает. Вот я полагаю, в основании на сионе камень, испытный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Позднее Христ добавит, что строители пройдут мимо камня, но станет он главой угла. Что только не придумалось в попытке расшифровать это. Оказалось и вовсе просто. Камень-фундамент. Он же марксистско-ленинское учение на базе отствовывающего капитала. Строители действительно прошли мимо. И во главе со Сталином. И во главе со всеми идущими по следу. Но из этого камня на краю последнего тысячелетия в три дня будет построен храм Божий коммунизм. И не постыдятся верующие в него. И пути Господни, истези его, дороги революционные, насыщенные классовой борьбой. Иначе нельзя. Да вообще-то много можете чего взять. Да, она же. Вопрос. Знаете, нам, когда приходят в центр, значит, что вы можете сказать о толковании, там, такого-то, такого-то. Так читаешь, ну, такого рода толкование. Думаешь, ну, эзотерика. А вот эзотерика – это плохо. Ну, как вам сказать? То есть, каков путь апологетики в толковании сего откровения? То есть, мы что должны доказать, что пути Господни, истези его – это не революционные дороги? То есть, что мы должны здесь объяснять, вот в этом толковании? Что коммунизм, то есть, рай – это не коммунизм? Понимаете, в чем дело? Здесь неправильно вообще сами принципы толкования. Здесь бесполезно говорить о каждом следствии, рассуждать о каждой отдельной мысли, которую выражает автор. Это то же самое, как если, например, вы придете в лес и будете бороться с каждым отдельным комаром для того, чтобы они вас не покусали. Понятно, что нужно использовать какой-то репеллент, сетку, не знаю, просто хотя бы одежду или выйти из леса для того, чтобы они вас не покусали. Но мы понимаем, что с комарами мы не боремся путем отдельного уничтожения каждого комариха. Понимаете? То есть, нужно изменить среду. Так в данном случае мы говорим о том, что эзотерическое толкование писания или любого текста, оно не просто неправильно, оно вводит человека в страшные заблуждения. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Еще раз говорю, роль церкви, роль здравого христианского учения – это просвещение, просвещение о Христе, просвещение о мире. Ведь, знаете, как прекрасно, что в Писании нигде не говорится, что мы должны закрыть свой разум, что мы должны возлюбить Бога только своим сердцем, что мы должны предаться Ему и перестать заниматься какими-то там бесплотными науками, мы должны отказаться от рационализма, там еще что-то. Господь говорит о том, что мы любим Его всем сердцем, всей душой, всем разумением своим. Он обращается к нам через текст, который осмыслен. Более того, говорится, что хорошо вы делаете, когда изучаете текст. Все нормально, понимаете? Я думаю, этим надо пользоваться. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok